В наше время, я считаю, культура, это вот, вообще должно стать на первое место просто. Потому что она рождает в человеке и доброту, и честность, и принципы многие нравственные. Билеты были распроданы за сутки до начала. Зал полон. Три традиционных звонка, само открытие, пять минут, скромно. Дальше сразу кемеровская постановка. Пока актеры на сцене, организаторы рассказали. Угольный регион выбран для проведения музыкального сердца театра не случайно. Кемерово это территория, где создается один из четырех федеральных культурных кластеров по поручению президента. И именно поскольку в Кемерово первый открылся именно образовательный центр, филиал РГСИ, именно здесь мы и стартовали в сентябре со своей студенческой программой большой дебют в рамках фестиваля. Тогда в Кемерово, благодаря поддержке и правительства региона, и Министерства культуры, и Президентского фонда культурных инициатив съехались лучшие творческие мастерские всей страны. На сцене были только студенты, ни одного профессионала. Сегодня же отправная точка для коллективов, уже себя зарекомендовавших. Итоги подведут 20 ноября. Остам Григориан, Сергей Сахарян, Вести, Кузбасс. В новом Уренгое стартовал первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу. Экстремальный вид спорта набирает популярность. В этом году участвуют 7 мужских и 8 женских команд. Репортаж Зулия Османова. Конкретно по данной погоде очень хорошо. Все классно, да. Мячик хорошо подкачан, не сдувается даже прилично. А главное, яркий и пружинистый. Александр Мартыненко, как и все 60 участников Чемпионата России по волейболу на снегу, сегодня протестировал новые мячи. Модель разработана в этом году специально для игры в морозы. Удары более быстрые и силовые. Экстремальный волейбол постепенно переходит в классический. Правда, обувь...